Готово будет видно. Что, пишем уже? Да, Владимир Петрович. То есть, о том, что происходило, о том, что были казнены шахтеры, закопаны живьем, я так, да, правильно? Правильно. И о том, что ребята казнены, сброшены в шурфы, это немцы, это фашисты скрывали. Потому что в августе 1942 года была инструкция, по которой приказывалось на местах создавать, значит, отряды, вспомогательные отряды в помощь оккупантам. По пункту третьему этой инструкции входили и казачьи подразделения. Поэтому я, например, считаю, что Краснодон был одним из первых, где создали вот такое вспомогательное подразделение. И, значит, наверное, убедили высшее начальство в том, что здесь казаки лояльные, мы никаких к ним, значит, не применяем методов жестоких. Здесь все хорошо, они все за нас. Скорее всего, так было. И поэтому не выполнялся приказ Гитлера и Кейтеля, потому что не нужно было показать людям, что они жестокие. Не нужно было устрашать людей, потому что люди как бы относились лояльно к оккупантам. Я правильно понимаю, то есть они отсчитали, что здесь все хорошо, и теперь говорить о том, что... Что здесь было подполье там, какие-то там, они хотели шахты, эти коммунисты, значит, шахтер открыть. Поэтому это... Не в их интересах. Не в их интересах. Поэтому все делалось тайно. Ведь когда вывозили на казнь, на следующее утро на воротах забора полиции вывешивали список. Увезены в Ворошиловград на наследование. Но когда моя мама отнесла сестре, дочери, значит, передачу 16-го, она уже вернулась нетронутой. Значит, 15-го действительно она уже была казнена с первой группой мужчин. Но в фамилии были вывешены только мужчин, парней. Я не поняла, нетронутой что нетронутой? Еда, которую передавали, передача. Еда, еда. Просто прозвучала так, мама нетронутая. Нет, 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 нетронутая вот именно в передаче. Не взяли у нее? Нет. Нетронутая, значит, ее не было. Мама моя поняла, что ее уже нет. Ее вывезли в Ворошиловград. И поэтому она, получив обратно вот ту передачу, миску с едой, с кашей кукурузной, она отнесла к знакомой женщине, в которой она разогревала перед тем, как передать, и пришла домой уже с истерикой страшной. Она уже догадалась, что здесь ее дочери нет. На следующий день, когда она пошла, уже висел другой список, где уже были перечислены девушки, тоже увезены в Ворошиловград. И я, например, понимаю состояние вот этих подпольщиц, молодых гвардейцев, когда их грузили в машину. Им сказали, что мы везем вас в Ворошиловград на доследование. А когда машина уже поехала и свернула через железнодорожный путь в направлении шахты 5, они поняли, что это не Ворошиловград. Туда дорога не идет. Наоборот, от Ворошиловграда. И они запели песни, потому что люди, живущие недалеко от этой дороги, слышали эти песни, а потом уже стрельбу, но не знали, кто и кого, и расстреливали, или не расстреливали. И, например, к нам через два дня после этих двух ночей пришла наша дальняя родственница Семена Семеновича Клюзова, закопанного живым. Она не знала, что с ним сделали немцы. Она моей бабушке рассказывает, «Ночью такое творилось, кумушка, такое творилось, песни, машина проехала, песни слышатся, а потом стрельба. Может, и Нину там вашу порешили? А бабушка, да брось ты, ну, разве ж можно такое, дитё, расстрелять? Ты перестань». И самое главное, Наташке не говори, то есть моей маме, потому что она бучу устроит тогда. Ну, и так это осталось в тайне. А моя мама всё время занималась изучением, жива или не жива. Под подушку вкладывала записочки, жива, не жива, жива, не жива. И утром что вытащит? Вот не знала, гадала. Ходила к гадалкам. Гадалки рассказывают, «Да что ты, Фёдорна, там это всё нормально, она жива, никаких». То есть полицаи заставили гадалок не скрывать это дело. А первое раскрылось, когда вступили наши. Ну, наши пришли, значит, конечно, странно. Мы ожидали их с востока, то есть со стороны Сталинграда, должны были вступить. И действительно, появилась небольшая колонна красноармейцев. За ними ехала подвода, на которой, значит, были их вещмешки. А люди на шоссе встречали. Много выстроилось, что наши же идут, потому что видели, как немцы отступали. Всё это долго рассказывать, как это происходило, как фронт стоял недалеко от Краснодона. Это долго было, недели две, наверное, бои шли. И они увидели на красноармейцах погоны. И люди сразу разошлись, разбежались, потому что подумали, ну, красноармейцы не могли быть с погонами. А тогда лычки, да? Ну, и не, ну, были петлицы. Петлицы, петлицы. А как раз в это время... Смена произошла на погонах. И люди поняли, немцы устроили провокацию. Пустили вот как будто бы красноармейцев, но забыли снять погоны и выяснить настроение людей. Люди разошлись. Но потом уже с запада, это со стороны станции Верхней Дуванной, появились, значит, танки. Ну, во-первых, это советские танки, на которых написано за Родину, за Сталина. На них сидят красноармейцы в белых полушубках, розовощеки с автоматами на груди. Конечно, это уже была колоссальная радость. Счастье большое. Счастье большое. Мы с мамой пришли к Иванихиным. А тогда родственники ходили друг к другу, оплакивали что-то. Чувствовали, скорее всего. Чувствовали, что... Ну, ну, нет. Или увезли действительно в Варшовград, так они же могут и не вернуться. А может быть, уже расстреляли. И вот мы пришли к Иванихиным. А у Иванихиных ведь погибли две дочери. Лилия и Антонина. Они недалеко от нас жили. Александр Иванович, отец этих девушек, сидит у печки, курит и дым туда пускает, чтобы не распространялся по комнате. Моя мама беседует с Ольгой Дмитриевной, с матерью, значит, вот этих вот девушек. Вот. Да может быть, еще живые. Вот такая-то гадалка мне сказала, карты показали хорошо и так далее, и так далее. А Александр Иванович сидит, значит, в этой печке, курит. Нет бабы, нет наших детей. Их в шахту покидали. Ну, и здесь, конечно, обморок, истерика. А он сидит и рассказывает. Мне один знакомый сказал, что молодежь казнили, сбросили в шахту пять. И я пошел туда. Увидел там обрывки, значит, на снегу кровь, обрывки одежды, но подскочил полицай, прогнал меня и сказал, если ты, дед, что-то скажешь, тебя расстреляют. Поэтому он все время молчал, пока были оккупанты. И в тот же день из других источников люди узнали. Все пошли к этому шурфу, а из шурфа шел пар и трупный запах. Трудно переносимый трупный запах. Вот здесь уже начались работы по организации обследования, кто же там в этом шурфе. Сачков, по-моему, фамилия, значит, инспектор райсовета, райисполкома. Это сразу образовалась группа людей, которая назвала себя райисполкомом. Они создали бригаду, которая должна обследовать шурф. Достали где-то лебедку ручную, достали бадью такую металлическую, трос, все это сделали и начали опускать. Я это все видел своими глазами. Первым напросился, значит, бригадир этой бригады, Громов Василий, вот тот, которого потом расстреляют. Он сел в эту бадью, начали опускать его, ну, где-то, может быть, метров 10, метров 15 опустили его. Он, значит, сигнальной веревкой просигналил, поднимайте вверх. Подняли, он вылез из этой бадьи, сказал, дышать невозможно, значит, ничего исследовать не нужно здесь, нужно просто этот шурф засыпать и пусть это будет братской могилой. Значит, потом можно было понимать, что он это делал специально, предлагал сделать братский могилой, чтобы никто не знал, а кто там, что там. Во-первых, прошло два месяца, а трубы уже разложились, а еще через два месяца там останутся одни скелеты. Никто не узнает, кто там, кого расстреляли, кого сбросили туда. Значит, у него такая была цель, а тем более, что врач Привалова, которая там присутствовала, значит, она подтверждала вот это предложение Грому о том, что если доставать эти трупы, то трупный яд может распространиться, и люди погибнут. Ну, то есть вторила ему и убеждала. Вторила ему, убеждала, да, людей, а людей-то много собрало здесь возле шурка. А скажите, извините, Владимир, это правда, вот я по воспоминаниям прочитала, что когда начался подъем, то мальчишки на Тереконе заняли место и первыми могли видеть, кого достают. Это вымысел? Нет, 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 это вымысел. На Терекон туда никто не взбирался, не было необходимости, потому что все стояли возле этого шурфа. Ну, во-первых, кто-то мог взобраться, ведь шахта взорвана. Во-первых, эта шахта была капитальная, большая. Она принимала уголь из Чурилина западной шахты, с которой была канатная дорога. Значит, уголь по вагонетках по канатной дороге поступал на эту шахту, была большая эстакада. Там эти вагонетки опрокидывали, и уголь всыпался в бункер, а под бункер подъезжали вагоны железнодорожные, где грузили. Когда взорвали, над этим шурфом было нагромождение вот этих всех металлоконструкций. Там, значит, ну, это как осьминоги, что ли, вот эти изогнутые, брошенные. Так что это неровное место было. Это все было завалено вот этими конструкциями, которые... И поэтому люди могли стерикона даже ничего и не видеть. Поэтому только собирали здесь. А когда начались первые подъемы? Да. С чем именем связаны они, я имею в виду, Андросов? Андросов, вот его назначили потом уже, после Громова, бригадиром. Значит, в Ровеньках достали, значит, кислородные баллоны, резиновые костюмы. То есть люди поняли, что нужно заниматься так, чтобы не трупный яд, не те спасатели, которые опустятся, чтобы они не погибли, чтобы были защищены. И была бригада людей, которые вот в эту бадью по два человека становились, их опускали. Тоже электроэнергии же не было, наручной лебедкой, опускались, они брали первый труп, который на поверхности был, который мог достать, вставили в эту бадью, обнимали этот труп и поднимали вверх. Но лиц уже не было, не разложились. Поэтому узнавали только по остаткам одежды. Одежда у них была, это у кого-то остаток нижнего белья. Вот сейчас очень много пишут, что там, им, значит, для того, чтобы девушки не кричали, на голову поднимали платье и завязывали там таким образом. Конечно, это глупость. Никого не было в этих платьях, тем более завязанных в голове. Сами же они там внизу не могли завязать. То есть, ну вот моя сестра, например, на ней были трусики, гамаши на ногах, гамаши на ногах, один носок, по-моему. И вот по этой одежде установили, что это Нина Минаева. И точно так всех остальных. Владимир Петрович, а вот скажите, вы говорите, что вы были свидетелем этого. Да. Какая вот, я понимаю, нет, точнее, я не представляю даже, какой вам масштаба это была трагедия находиться матерям, близким? Что происходило? Матеря близко не находились. Они были в бессознательном, как только объявляли. А в основном опознание вели соседи, знакомые и родственники. А сами матери, они не переносили этого. Потому что, как только говорили, это вот, например, Нина Минаева. Всё. Мать в обморок, истерика, там, значит, нашателный спирт, и её уносили. Больше её сюда не допускали. Потому что, видеть изуродованное тело, матери не переносили. Значит, эти трупы относили чуть дальше от шурфа. Там же снег кругом был. Значит, одна женщина обмывала трупы. Здесь же уже были сделаны деревянные гробы. И в эти гробы ложили. Соседи, родственники, значит, сразу где-то находили искусственные цветы, украшали этот гроб. Всё это готовили очень быстро. Ну, вот, например, последнего достали, это я хорошо помню, Третьякевича. Он был только в кальсонах. И когда, значит, отец понял, что это Виктор, он обнял столб и опустился на землю, тоже потерял сознание. Ну, я потом вам скажу, что из себя представлял его труп. Да, вот таким вот образом. Третьякевич, пока вот вы сказали, что мы потом о чём-то скажем, что вы сейчас имеете в виду. Я, по-моему, это же у вас написано о том, я возвращаюсь к тому, что скрывали, что произошло. Да. Есть история такая, по-моему, вы говорили, что пришли с обыском или к вам. А, это был... Ну, расскажи, это что же подтверждает? Это был период уже, когда их казнили. Вот, вот это я хочу сказать. То есть это только их казнили, приехали к нам. Ну, я был у соседей и увидел возле нашего двора остановились сани, хорошие лошади, хорошо тепло одеты в полушубках, значит, кучер. И я думаю, вот сейчас мечта была покататься, поуправлять лошадьми. И всегда мечтал я тогда быть кучером. А сколько лет вам было? Десять лет, уже одиннадцатый шел, да. Я бегом, конечно, домой пришел, а здесь уже вошли эти два человека, один с винтовкой, другой без винтовки, полицейский. И один говорит, значит, я заместитель начальника полиции Захаров, я пришел, значит, обыскать дом партизанки Минаевой. А бабушка была, мама ушла с передачей в Ровеньки, потому что слух был пущен о том, что их увезли в Ровеньки. А это в Ровеньки увезли группу Шевцовой, Суботина. И, значит, несколько матерей собрали передачи другим, от других родителей, пошли в Ровеньки с тем, чтобы эту передачу передать там, найти их и передать. Поэтому была бабушка, я и брат. Этот Захаров, значит, полицаю говорит, давай ищи оружие. Бабушка, да какое оружие? Он у меня только топоры. Ну, откуда у партизанки должно быть оружие? Ищи. Ну, и тот полез, и на чертах лазил, и копался в кладовый, и так далее. В Рондуке нашли пол-литра водки. Московская эта мама держала на всякий случай, расплатиться с кем-то, что-то с мужчинами. Вот, они очень обрадовались, в карман сунули эту пол-литру. Оружие не нашли. Они потом, значит, все время допытывались. Где хозяйка? Бабушка говорит, да, наверное, к соседям ушла. Она поняла, что нельзя говорить. Мудрая бабка, хоть и безграмотная, но понимала, что нельзя правду говорить. Да, наверное, к соседям. Меня послали. А ну, пробежи к соседям, может быть, найдешь. Я выбежал, постоял за углом, и минуты через три вернулся. Нет, у соседей ее нет. А чего они ее спрашивали? Неизвестно, для чего им нужна была хозяйка. Может расправиться, может быть, что-то здесь. Я не знаю. Это они не объясняли. Но как факт спрашивали? А потом еще долго дожидались. Ведь потом они говорят, значит, когда провели обыск, ничего не нашли, значит, позовите Понятова. Я побежал к соседям. Татарчук Захар Тимофеевич, старик, пришел, я его позвал, сказал, что его полицаи зовут. Вот он пришел. Что вы, господа, здесь хозяйничаете вот так? Ты, дед, молчи. Ну, и он, конечно, замолк. Они говорят, сейчас мы будем конфисковывать имущество партизанки, не номинаривать. Ну, и начали. Сами ходили, снимали. Чье-то пальто, чье-то там и так далее. Из сундука вытащили. Там были, значит, свертки материи, холст, хороший холст там хранился, некуда его использовать было. Костюмы там чьи-то, платья, в общем, все это на полу разложили, одеяло туда, все это сложили, завязали и отнесли на сани. Пришли, сидят. Бабка, дай закуску. Поставили эту пол-литру. Дай нам закуски. Да ну какая же закуска? Есть-то нечего. Вот только соленые огурцы. Давай огурцы. Она поставила им тарелку. Они разлили по стаканам водку. Захаров это все делал. Ну, и говорит. Ну, давай выпьем за здоровье Нины Минаевой. Пусть ей хорошо живется. Чокнулись, выпили, загрызли огурцом. А потом уже Захаров говорит. Я отца Нины Петровны Минаевой хорошо знаю. Мы вместе с ним работали. Хороший был человек. Она лишь куда встряла. Ишь куда встряла. Да. Таким образом, они еще раз лицемерно подтвердили. Они лицемерно подтвердили, что ее нет. Причем, эта бабушка поняла. Она здесь чуть ли не потеряла сознание. Просто осела на пол. Потому что когда... Да. И когда... Вот сказал Захаров, выпьем за здоровье Нины Минаевой, пусть ей хорошо живется и так далее. И зарыготали. Засмеялись оба. И вот здесь бабушка поняла, что они сказали неправду. Это вы вырежете. Естественно. Ну, получается, до такой степени подлое лицемерие это? Подлое. И желание опустить слух, что она жива. И так. И так, конечно. Но и с их стороны лицемерия, конечно. Они же не думали, что бабушка поняла, или кто-то поймет. Вот. Долго еще ждали мою маму. А потом сказали, ну ладно, мы еще с ней встретимся. Ушли, сели и уехали. А к вечеру уже собрались соседи, потому что уже знали, что конфисковали, была полиция. Вот. Набилась полная комната, сидят. И в это время мама пришла. Ну, мы так подумали, что им, может быть, соседям было интересно посмотреть поведение, когда ей скажут, что вот все забрали, квартира пустая и так далее. Она пришла, убитая, значит, потому что никого не нашли. Ей говорят, значит, что вот видишь, Наталья, что сделали с вами и так далее. Да, это все прах, это мне не нужно. Главное, где дочь. Они дочь забрали. Ну, люди посидели, разговора никакого не было, ушли. И вот так вот мы продолжали жить уже дальше, до прихода нашей, до 14 февраля. А вот такой вопрос. Значит, уже мы поговорили о событиях, связанных с извлечением, да, я думаю, с именем вашей сестры еще связана история с надписью на стене. Да, да. Расскажите это. Это потом, потому что родители, родственники в полицию не ходили, потому что считали, что это страшное место, что-то смотреть там не нужно. И когда образовался корреспондент, корреспондентский пункт, пункт в городе Краснодоне 51-й армии, она стояла в Ростове, значит, это потом уже, конечно, узнали. Из этого корреспондента, фотокорреспондент Леонид Яблонский пошел посмотреть, потому что они готовили статьи о этом подполье, уже же известно было, что это были подпольщики, молодая гвардия, потому что и СМЕРШ уже прошел, тех, кто был замешан, значит, уже арестовали, велось следствие. А Яблонский пошел, значит, в эту полицию, пустую, конечно, никого там уже не было, камеры, смотрел камеры, в одной камере, а там темно было, он увидел на стене надписи. Он тогда, значит, поставил табуретку, на табуретку поставил свою лейку, фотоаппарат, зажжал кусок пленки, чтобы светить, и сфотографировал вот эту надпись. Это сердце, пронзенное стрелой, вверху флажок небольшой, внизу смерть немецким оккупантам, а в сердце четыре фамилии, Бондарева, Минаева, Громова и Самошина. Скажем так, снимок, ставший классический. Классический. Это истинно, это здесь никуда не денешься. И рядом было написано погибшие... Атруху фашистов? Нет, погибшие 15-го первого в 9 часов ночи. И все. 15-го первого. Вот эти четыре. Хотя потом в истории записали, что они 16-го были казнены, на самом деле они были 15-го. Я определил автора. Никто не занимался этим, никто не изучал, значит, вот эти надписи, а можно было бы графологическую эту экспертизу провести и определить, чей же это почерк. Потому что все очень четко... Но вы высказываете версию, что эта надпись была сделана Дубровиной. Дубровиной Александра Емельянной, учительницей. А почему? Это я гарантирую, что именно так и было. В камере сидели девушки первомайской группы. Все они знали мою сестру, и она всех знала. А Александра Емельяновна, учительница, пришла... Это правда, что она сама пришла? Сама пришла. Она сама пришла. Она... Она, так можно предположить, она никому этого не сказала. Собрала, значит, с собой оклуночек, где положила что-то перекусить. Вот. И не попрощавшись даже с родителями, ушла в полицию. Скорее всего, в смысле... А она очень твердая была. Вот когда читаешь ее дневник, который сохранился, она очень патриотичная была, очень твердая, принципиальная. Там очень интересные она выписки из книг делала. Они в моей книге кое-какие там записаны. Она не знала мою сестру, потому что моя сестра училась в школе Ворошилова, 8-й, 9-й, 10-й класс там заканчивала. А когда образовалась уже наша школа, Первомайская, 6-я из неполной средней стала средней школой, там учились Громова, Савошина, Герасимова, Лилия Иванихина и многие другие. И в 41-м году, если моя сестра уже закончила школу, десятилетку, то в 41-м году еще продолжалась учеба вот этих вот девушек. И классным руководителям назначили вот эту молодую учительницу Александру Емельяновну Дубровину, которая только что окончила университет, приехала домой сюда, к родителям. И она очень хорошо знала Ульяну, Маю Пеглевану, Герасимову, Дубровину. Хотя Дубровину она знала как близко соседей, почти, ну не очень близко, но соседи. Вот. Значит, только она не знала имя, или мы забыли, может быть, потому что кто-то, может быть, упоминал когда-то ей, но она не знала мою сестру, поэтому написала Минаева М, а нужно Н. И я понял, что это только она могла написать. А почему она написала? Ну, во-первых, она неплохо рисовала. А тогда было очень модно рисовать там на открытках, на поздравлениях, сердце, там, значит, что-то, потому что это любовь, там и так далее. А она, значит, нарисовав, да, как она подошла к этому? Она сама биолог. Закончила университет, биологический факультет. Значит, эти девушки еще оставались. Первую партию объявили, построили ребят в коридоре полиции. Сказали, значит, то, что мы увозим в Ворошилоград на доследование. Да, спокойно ребята приняли это, кто-то кого-то поддерживал, потому что после пыток они были в очень плохом состоянии. В это время, значит, ну, Шура Бондарева услышала фамилию Василия Бондарева, вызвали, она кинулась к двери камеры, закричала там, значит, Васенька, прощай, значит, и так далее. Потом открывается эта дверь, заходит туда Захаров, заместитель начальника полиции, и называет вот эти четыре фамилии. Выходите, поедете в Ворошилоград. Ну, их собрали, надели пальто, они, и пошли, значит, в эту же колонну. Владимир Владимирович, скажите, вы так рассказываете, это чьи? Это я предполагаю. Это вы реконструировали? Реконструирую, реконструирую, да, потому что их нужно же было вызвать четырех из этой камеры, потому что, а там же сидело десяток этих девушек, это я конструирую, что бросилась Бондарева и крикнула, я думаю, это кто-то... Это, это я конструирую, потому что слышно было в камере, что была команда, слышались фамилии, девушки это все знали. Потом же меня ни в чем не... Да, 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 реконструирую. Но истина еще заключается в чем? На следующее утро ну, девушки как бы успокоились, пыток ночи уже нет, то есть как бы день прошел или ночь прошла спокойно. Утром в коридоре полицай Попов с Грачевника кому-то громко даже, может быть, сказал. Да, их вчера, вот тех, кого увезли, их вчера покидали в шахту. Я предполагаю, как поразило этих девушек, которые услышали в камере вот это, покидали в шахту. Но никто из девушек не мог предполагать, а почему именно покидали в шахту. А Александра Емельяновна, биолог, она знает, что в шахте внизу тепло, тела быстро разложатся, останутся одни скелеты, никто ничего. То есть прячут, оккупанты прячут вот это свое преступление. И она решила оставить след, потому что она не знала, что с ними будет. Раз их оставили, может быть, их не бросят в шахту. И она решила оставить след для людей. Достала с кармана карандаш и вот нарисовала. Ты сделала это образно. Образно. Правда же? Она могла просто написать, а она это решила. Решила вот таким образом. И вы поэтому утверждаете, что все-таки это она. Это только она, потому что только она не знала имени моей сестры. И плюс это и символика. Потому что Самошина у нее в классе училась, она поставила Л. Самошина Л. Лилия Бондарева Бессонна. А кого она не знала точно по имени? Поставила буквы. Я поняла. И это, когда я уже стал взрослым, когда я уже стал размышлять, а я... Вы запоздали, да? Да, я долго размышлял над этим рисунком. Кто мог оставить? И кто мог знать, что они погибли 15-го 1-го 43-го года в 9 часов ночи? А они могли предположить, девушки, потому что зима. Ну, как-то ощущали, что это уже поздно. Поздно, да, в 9 часов ночи она написала. Владимир Петрович, сейчас, во-первых, первый вопрос. Может, водички выкашли? Нет, 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 не будем. Точно? Не устали? Да нет, мы можем говорить везде. Значит, вот в связи, опять-таки, с этим рисунком корреспондент зафиксировал. Да, да, зафиксировал. Это правда, что на следующий день, когда он... Это точно, это точно. Леонид Яблонский, он же потом рассказывал, как это все дело было. Он на следующий подумал, что проявить же он еще не мог. Он еще не уехал, значит, в свой штаб, где можно было было проявить пленку. У него появилось сомнение. Очень темно было. Да, я сделаю повторный снимок. И пришел в эту камеру, к этой же стене, а там уже рисунка не было. Уже все было. А это было единственное надпись на стене? Вот этого я не знаю. А взят Гуков, это же... Нет, так это все на этом же... Это в комплексе. Это вверху было, может быть, раньше было написано. Взят Гуков, скорее всего, раньше, может быть, кем-то другим было написано. А Александра Емельяновна скомпоновала здесь, что и вверху этот взят Гуков 5-го там какого-то числа. Таким образом, он увидел на следующий день, что этой надписи... Что этой надписи нет, ее стюэрли. А почему? Потому что люди же знали о том, что пошли корреспонденты, полицию, смотрят, изучают. Надо и нам сходить посмотреть. И кто-то был, очевидно, заинтересован в том, чтобы какие-то следы не остались. И тот, кто был заинтересован, он, увидев эту надпись в темной камере, стер ее. Ну, в принципе, тут мы можем что угодно предположить. Кто это и Громов мог быть. Что угодно. Те, кто не ушли с немцами. Правильно? Те, кто не ушли с немцами. Один человек. И Гром еще же не был арестован. А на что он рассчитывал? Вот это объясните мне. На что рассчитывал Громов? Что до него не докопают? Конечно, он рассчитывал, потому что... Это таким быть самоуверенным. Он был тайным агентом полиции. Он 34 активиста, коммуниста выдал полиции. Он был официальным, это он признал на следствии, официальным агентом полиции. Всех тех 34 человек, это где-то октябрь, январь, вот за эти, получается, 4 месяца он выдал этих людей, их расстреляли. И он же фактически помогал Почепцову предать первомайскую группу ребят. Вот некоторые там историки пишут, что Почепцов предал всю организацию. Он не мог знать всю организацию. Подполье было разбито на пятерки. То есть ребята работали вот с пятью, с пятью человеком. Ну, как операционная система, схема. Да, такая схема была. И не мог знать Третьякевич всех. Тем более в поселке Краснодон, где-то на станции Семейкино, на хуторе Шеверевском. Он тоже не мог знать. И никто из руководителей не мог знать. Потому что были группы. Первомайскую группу возглавлял Анатолий Попов. А девушки были как бы, ну, ребята больше с ребятами и работали. Там они, значит, освобождали пленных, там что-то еще, какие-то диверсии совершали. А девушки занимались же другими делами. Они писали листовки. Это можно рассказывать, как это было. Это я могу рассказать, как у нас в доме они писали. Собирали медикаменты, собирали перевязочные материалы, оружие. Ну, и у Иванихиных родители видели. Много патронов заставляли. Что же вы делаете? Найдут. Это же немцы расстреляют. И так далее. И сразу это все исчезало. У нас тоже в доме это все было найдено. Потом сестра, когда работала в приемном пункте на базаре, а этот приемный пункт, за ним сразу начинается Шанхай. Наверное, слышали это. И знаете, что из себя представляет Шанхай, состоящий из глинно-збитных таких жилищ, таких примитивных. А за ними была городская баня, сожженная. Это огромное кирпичное здание, только острова остались. Там они создали склад оружия. Моя сестра, когда я приносил ей еду в этот приемный пункт молока, она оставляла меня, говорила, что сейчас никто не придет, не бойся. Наливала мне кружку молока, сама из-за бидонов доставала какую-то тяжелую сумку, покрывалась платком, как старуха, и уходила. Потом возвращалась очень довольная, радая, значит, мне говорила, значит, трепала по голове, о, у тебя уши холодные, ну, значит, у всех дураков уши холодные. С чувством выполненного дула. Шутила со мной, да. Владимир Петрович, скажите тогда, вот вы говорите, что Почепцов, да, знал, ну, скажем так, минимальное количество. Он был членом этой группы. Сейчас, Рома не пишет сейчас, ну, я имею в виду, ты шланг поправляешь. Вы сказали, он не мог предать всю организацию. Он скажет, не мог он, но, конечно, а тогда ваше визе, таким образом. Все это очень известно, только историки и официальные власти не очень это популяризировали, рассказывали, потому что не было необходимости. Это теперь уже, когда американцы решили избавиться от этих символов, от этих образов, ведь в американском журнале был написан призыв добиться того, чтобы в последующей войне не было молодой гвардии, не было господемьянских и матросов. И запустили сюда, в Украину, кроме того, что по радио Свободы, Голос Америки, передачи были, Кашевой предатель, граждане, значит, Советского Союза, пересмотрите свое отношение к молодой гварде. Это в конце Горбачевской перестройки, мы слышали это, это шла большая кампания, потом подключилось много людей, ну, первое, например, луганчане, Семистяга и Козовский, спединститута. Я вам честно скажу, Владимир Петрович, я о них не хочу говорить фильме, знаете, что, слишком это, рядом с героической историей и упоминать, я этот фильм не возьму. Я вам к чему просто хотела узнать, я хочу узнать, если Почетцов не знал всю организацию, кто предавал. Я вам могу рассказать. Как произошло так, что все, может быть, часть молодого гвардейства пошла, потому что опасалась, что будут каким-то образом. Ну, вот, например, я сейчас, вы потом куда-то можете вставить другое место, Самошина, например, Лилия. Начались аресты. Ну, когда первого, с первого января арестовали Земнухова, Третьякевича и Машкова за вот эти вот подарки, украденные с машины, девушки перепугались. Они бегали друг к другу, шептались, секретничали, но буквально через два дня успокоились. Да, ничего, плеток дадут и выпустят. Поняли, что их арестовали за вот эти вот подарки. Так с этого начиналось. А как было с Почетцовым? Когда вывесили флаги в ноябре месяце, Почетцова родители и отчим Громов спросил, значит, кто же это может делать? А он говорит, это наши ребята сделали. Какие ребята? Да, ну, понимаете, вот и я, значит, там, вот, в общем, рассказал, мы клеим листовки там и так далее. Он же тоже не знал, что его отчим агент полиции откровенничал. А когда произошел вот этот вот арест этих трех, он избил, значит, пасынка своего, Громов, да, и заставил, напиши заявление о том, что ты можешь рассказать о группе подпольщиков, которая наносила вред оккупантом, он написал заявление на имя начальника шахты и отнес этому начальнику шахты. Но начальник шахты, когда прочитал, он бегом в полицию, что, смотрите-ка, о чем пишет, Почепцова быстренько за шиворот в полицию, ночь там продержали, значит, он сказал, что да, я был там и так далее, но он знал только группу первомайскую, причем ребят, с которыми работал, Анатолий Попов к нему ходил, там другие ребята к ним ходили. Но в общей сложности сколько, получается, в общей сложности сколько фамилии он назвал? Ну, ребят, ну сколько, да, он сам признал, 13 человек, 13 человек он предал, он знал кого-то из штаба, из... В числе Игорь Третьякевич, он не назвал Третьякевича? Вот это я не знаю. Не знаю. Ну, это не будет. Может быть даже... Он назвал свою группу и тех, кого знал еще. и знал Первомайский, с которой он был. Ну, во-первых, значит, это Пончик, это маменькин сынок, изнеженный. Учился в Первомайской школе, вместе с... Знал этих всех ребят Первомайских, с которыми потом был в группе подполье. И его считали хорошим человеком, потому что активный был. Но он оказался слабохарактерным. Его там придавили, может быть, даже сказали, мы тебе сейчас плеток дадим и так далее. И он выложил все, что он знал. Все, что он знал, это 13 человек. А дальше? Да, 13 человек. И все. И этих же 13 человек арестовали, в том числе Первомайских. А Первомайская группа девушек, она, значит, вы ведь должны знать, что подполье организовалось... Я прошу прощения. Давайте мы остановимся, делайте, что там вам нужно. Все, все, все. Не, не, мы остановимся. Может, водички просто Владимир Петрович откашливается. Ну, давайте покашляем. Или покашляйте, или наводите с микрофоном. А, да. А, я привязан. От Москвы до Бреста нет такого места. Владимир Петрович, уважаемый, давайте начнем с того, мы знаем, как развивались, скажем так, январские события, да? Да. Последняя молодогвардеец была... Да, 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 да. Последняя партия молодогвардееца была 16-го, по-моему, 31-го. 31-го, да. 15-го, 16-го сразу, две ночи, а потом 31-го, тех, кого еще смогли достать. Это в Краснодоне. Это в Краснодоне. А 9-го февраля это уже в Ровенках. И вот скажите мне, пожалуйста, насколько я понимаю, насколько я узнала, информация о том, что ребята казнены, она тщательно скрывалась? Очень скрывалась. Даже обманы шли. И я могу объяснить, почему все это дело скрывалось. Гитлер и Кейтель, по-моему, Гитлер и Кейтель, начальник штаба, Кейтель, по-моему, по приказу их ведь было все значит казни осуществлять публично и этим самым вызывать страх у людей не заниматься этим делом. А в Краснодоне все тайно. Шахтеров закопали живыми тайно. И молодогвардейцы не знали, что их закопали. Это потом уже приспособили к этой дате, что вот тогда родилась молодая гвардия. Она родилась раньше. Потому что никто в Краснодоне не знал, что их закопали и где находятся. Это же аж в мае, это февраль, март, апрель, май. Вот через три месяца только нашли могилу. Потому что провал произошел. Ну, случайно. Осела земля в парке. Обратили внимание. И тогда обратили внимание, что надо... Извините, пожалуйста. Что, Ром? Какой пиджак слушал? А слышишь, прям так слышно? Что я не слышал, но как шурший пиджак, я слышал. Завались сразу. Как я это понимаю? Значит, тоже же... Ну, во-первых, подполье, знать все о нем невозможно, потому что это подполье. они все держали в секрете. Никто из родителей не знал о их подпольной деятельности. Это только потом, когда уже узнали, что они расстреляны, погибли, они собирались, оплакивали и вспоминали очень много фактов, сопоставляли фактов, и потом уже догадывались, о чем говорят эти факты. Конечно, я был дурной, да и не понимать в том возрасте, да и другие, мой старший брат тоже, он немножко старше меня, не понимали о том, что нужно эту историю сохранить, что нужно занести это на бумагу. Поэтому очень много потеряно, очень много потеряно. Ну, например, я особенно жалею о том, что по-дурному погибло письмо моей сестры, переданное из тюрьмы. Это письмо было написано, значит, вот такая металлическая банка, металлическая. Эта мерная банка ровно литр, в нее наливали молоко, для того, чтобы подтвердить, что это литр молока. А она, очевидно, взяла из приемного пункта, когда работала там один месяц, принесла домой эту кружку, и дома она была. А когда мама носила передачи, она относила туда в этой кружке кашу, в один день, в другой день миску фарфоровую, а та возвращалась пустой. И вот так они ходили туда-сюда. И эту кружку металлическую, ну, и ту фарфоровую чашку мама оставила как реликвии, хорошо вымыла ее от каши и положила в сундук. И потом, может быть, где-то в 47-й, в общем, через несколько лет рассматривая эту кружку, как делегации экскурсанта, много ехало, приходили к родственникам обдельцев, расспрашивали и так далее. Она показывала, значит, и когда глянули на дно, а там была надпись с химическим карандашом, а дно защищено таким бортом, вот такой борт, с тем, чтобы дно не опиралось на что-то, на стол. Подстаканники, да, вот так вот? Ну, это не подстаканники, а просто... по форме вот этого каемочка. Вот каемочка, которая защищала, значит, сестра подумала, что если она напишет здесь то, что нужно, полицаи никогда не увидят, они же проверяли, есть ли записки туда и нет ли записок обратно, потому что все, за всем этим они очень четко ссорены. Некоторым же удалось передавать записки на сохранение. Ну, удалось, а там... И что там на вещи было? Так вот, вся середина на стерта, потому что мыли ее. Остались только вот так вот по краю остатки слов. Единственное, более длинное было шур, вот здесь, посредине, шур с большой буквы, шура. Или обращение к моему брату, или рассказ о шуре Бондаревой. Есть свидетельница, которая сидела вместе одно время в камере с этими девчатами, сама Первомайская, Нина Ивановна Ковальская. Ну, тогда она была просто Нина. Ее, значит, кличка была жигалка, то есть, все ее называли Николаевская, а жигалка. Ее арестовали как в подозрении, что она убила своего любовника, его жену и ребенка, потому что он ходил к ней, она была его любовница, а тут, значит, они в одну ночь были зарезаны, найти кого-то полиция особо не искала, но знали, что жигалка, значит, вот любовницы, ее посадили в тюрьму, в полицию. Она выполняла там роль уборщицы. Сидела в этой камере вместе с девушками. Девушки много рассказывали, и вот однажды после пыток кто-то, а, Шура Бондарева, значит, рассказала, что она, нет, не Шура Бондарева, Уля Громова рассказала, она, значит, Соляковский, начальник полиции, показал, вот ты скрываешь, мол, все, а вот видишь список всех вас, кто занимался вот этой всей деятельностью бандиты, значит, вы. И она, когда глянула, она узнала почерк Зинаиды Вырековой. А история здесь такая. Девушки, значит, видя, что Нину эту ковальскую жигалку вызывают там помой полы там, где пытают там, значит, еще там что-то такое сделать, принеси воды. Она рассказывала, например, как пытали мою сестру Ульяну Грому, Соколову, это которая в группе коммунистов-подпольщиков была, это вместе пытали, ну, это отдельный рассказ, если нужно, я расскажу. Да. Они сказали, Нина, мы своих родителей уже не увидим. Может быть, увезут в Германию, так могли предполагать. ты, тебя выпустят, скажи матери Бондаревой, но больше никому о том, что нас предала Зинаида Вырикова. Мы видели список у Соликовского, это она написала о нас. Я прошу прощения, сжигалка это Нина Ивановна, Нина Ивановна, она давала эти показания в следствии? Давала в следствии показания. Они зафиксированы документально, что это... В следствии я не знаю. А то, что она мне написала это четко, всю историю, как она сидела, чем занималась, как вели себя молодогвардейцы. А больше никто не спрашивал, кроме того? Нет, ну, в следствии спрашивала. Все, я понимаю. следствие, конечно, спрашивала ее, потому что она сидела вместе с ними. Ее обязательно допрос... Поэтому вырековая была арестована? Конечно. И не только. И не только. И еще. Здесь еще. Новый год пришел. Молодежь собиралась с небольшими группами, устраивали вечеринки, хотя это было запрещено, но полиция строго не относилась. Вот если мы потом будем говорить о полицаях, это не были такие жестокие, там, антисоветчики, там. Нет, это были шкурники, которые нанялись служить... Приспособились к новому порядку. К новому порядку. Тем более, тогда никто не верил о том, что эту немецкую армию, которую видели, что двигалась на Сталинград, полтора месяца двигалась все туда. И каждый день тысячи самолетов над нами летали, возили туда, обратно и так далее. Никто не верил в то, что эту армию кто-то может победить. То есть дух упал совершенно. Упал совершенно. А у ребят получается? И вот здесь особенность этих ребят. Они верили в то, что победа будет. И все время внушали всем, с кем они встречались, конечно, не предателям, там, дочерям Полицаева, дружба, не дружба, круг определенный, собирался на этих вечеринках. Они все равно каким-то образом кое-кому об этом говорили. они даже уже знали о том, что под Сталинградом немцы окружены, значит, наши наступают, радость была и так далее, и так далее. И оповещали еще и в листок о том. Да, да, да. Так вот, Новый год, были вечеринки. Моя сестра была на вечеринке у учителя, учителя, я потом не-не, мы перекатываемся. Да. Ну, или как-то по-другому скажете, без правильной. Не, ну, учителя Первой майской школы. А Шура Бондарева была на вечеринке у Зины Выриковой. Ее отец был заместителем старосты поселка. Он там заведовал хозяйством и так далее. Шура Бондарева отказалась, когда Зинаида пригласила ее на новогодний вечер, она отказалась, что у тебя там будут полицаи, потому что у них собирались полицаи очень часто, у этих к отцу приходили, значит. А, значит, потом говорит, ну, хорошо, я с Васей приду, но, может быть, я приведу Жукова. А Жукова это уже взрослый, солидный подпочел, мужчина был, он уже работал заседателем в Нарсуде, вот, и она подумала, что это будет своего рода защитник в случае чего. Зинаида говорит, да пусть и он приходит, и пришел тоже. И вот на этой вечеринке Шура Бондарева в уголку стоял такой угловой столик небольшой, накрытый какой-то скатертью. случайно оперлась, открылась бумажка, она взяла, прочитала фамилия всех девушек подпольщиц Первомайской как раз группы. Она, Зинки, что ж ты делаешь? Разве можно это писать? Ведь это же может попасть куда угодно, значит, ты думаешь. Да, это я для памяти записал, а то не бойся, и взяла эту бумажку. Значит, это видела и этот разговор слышала Вера Димитриадис. Она моложе Зинаиды Выриковой, но тоже была на этой вечеринке. Это соседка Выриковых, она, наверное, и сейчас еще жива. Тоже это слышала. Этот разговор видела этот список поведения Зинаиды и сразу да, я здесь домыслю. На второй день после этой вечеринки рано утром прибежала к нам Тоня Иванихина с Ниной заперлись в зале и очень долго секретничали. И слышны были такие слова Зинка Гадина как это, разве мы не думали, что она может так поступить. Мы не знали, о чем идет разговор. Почему они Зинку Выриковой ругают? За что ругают? А я уже домысливаю, что Шура Бондарева сразу после этой вечеринки по цепочке передала этой группе о том, что у Зинки Выриковой есть список. Отец ее работает заместителем старосты. И вот девушки секретничали, называли ее гадиной и так далее, а вначале они ей доверяли. Она тоже писала листовки, потому что инструктор Донецкого обкома комсомола. Потому что после школы она пошла на курсы, стала инструктором Донецкого обкома комсомола и жила, оккупанты пришли, отец стал вот таким-то, она была тихо сидела, там ходила к девушкам, к Лине Самошиной, вместе они писали листовки. Однажды мать Лины Самошиной ей передали листовку, она прочитала Линен почерк, она на Лину, на дочку набросилась, что ж ты делаешь, разве ж можно это писать, тебя же расстреляют и так далее, тем более Зинка же Вырекова видит, что ты пишет, да не беспокойся, мама, Зинка тоже пишет, Лина сказала матери. Владимир Петрович, я вот слушаю и на самом деле еще очередной раз прихожу к такой мысли, очень трудно разобраться в том, как все почти семь десятков молодого родительства оказались очень тяжело разобраться. Я, знаете, одно усвоила, я усвоила такую вещь, вот часто говорят, что по Чепцов, Грома, Кулешов, публично расстрелянные в Краснодоне в 43-м году, в сентябре, буквально, по горячему, говорят, что, типа, козлы отпущения, козлы отпущения, чтобы показать, я поняла, совершенно иначе эту ситуацию, если бы не было заявления по Чепцову, Бог его знает, как, развивались бы ситуации, вполне возможно, что, все равно эта точка отчета в начале каратерина. Совершенно правильно, вы понимаете, я договорю о Зимке. Хорошо, но там тяжело разобраться. Нет, нет, здесь разбор очень простой, очень простой. Значит, вот, значит, мы так, знаем свидетельство Ковальской, она фамилию потом Ганночкина имела, Нина Ивановна, это же Галка, Вера Димитриадис, которая осталась живая и рассказала о вечеринке. Мой домысел о том, что Шура Бондарева передала по цепочке вот этот случай с Динаидой, и поэтому ругали ее Тоня и Нина Минаева. Кроме этого, Ольга Дмитриевна Иванихина, это семья, казачья семья, их, ее кум, староста нашего поселка Первомайского, Тарарин, фельдшером работал в советское время, а потом стал старостой. Ольга Дмитриевна, когда уже отступают, немцы бегут, полицаи тоже смотали удочки, она идет из своего дома к Герасиму, поплакать с матерью Герасимой, поговорить о судьбе до своих дочерей и так далее. Видит, значит, подвода, нагруженная клунками, запряженные лошади, не подводы, а сани. И, значит, там этот староста, она только прошла возле него, он кричит, Кума, Ольга Дмитриевна, остановись. Она остановилась, что ты хочешь? Ольга Дмитриевна, я никому ничего плохого не сделал. Я не виноват в судьбе ваших детей, во всем виновата Зинка Вырикова. Она прибежала ко мне со списком, попросила передать в полицию, я ей сказал, Зина, ну разве можно, это ж твои товарищи. Она психнула и убежала в полицию, сама убежала в полицию. Ну, это Ольга Дмитриевна не могла придумать этот разговор. То есть и староста сказал. А Тарарин как староста? Как? Фамилия староста? Тарарин. Тарарин. Тарарин, да. Это был, он был фельдшер, нормальный человек, он действительно никакого вреда особо не сделал. Он просто в структуре находится, в структуре, управленец. Управленец, да. Если можно так сказать. Да, да, совершенно правильно. Из каких в таком случае состоял, сколько человек было в списке, Вырекова, как Вы думаете? Тех, кого арестовали. Она всех знала первомайцев. 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 Только группу девушек первомайцев. Никого больше. И тогда получается... Получается, по типцам ребят, она девушек. Часть пришли сами, молодого, арестовали. Подожди, сами пришли только Лина Самошина и Шура Дубровина. Как Лина Самошина пришла, я тоже могу рассказать, сама пошла в полицию. Значит, так, на чем мы остановились? Вырекова, написала вопрос. А, да, да, Вырекова. Значит, смотрите, староста, или Ольга Дмитриевна рассказала, Вера Дмитриадис, участница вечера, Нина Ковальская. Три свидетельства против Вырековой. Ее арестовали. Велось следствие. Все эти дали показания. В городе, в поселке у нас говорили, и наши, и Ольга Дмитриевна, и их, и моя мать, Герасима и другие, если бы поймали Зину Вырекову, они бы ее растерзали тогда. Такая была уверенность у всех. И Зинаида Вырекова, после того, как ее по каким-то причинам, ну, говорили, что все эти свидетельства, вот этих людей, они не имеют подтверждения материального, нет бумаг, нет каких-то вещественных доказательств. Ну, и потом говорили, что какие-то родственники там у нее где-то были, которые ее выпустили. Она в Краснодаре не явилась. Она скрывалась, потом уже вот в это время Незалежной Украины, она объявилась, она, у нее брали интервью, вот этот, Козовский, и реабилитировали. Или как? Сняли с нее? Нет, ее не реабилитировали. Это, значит, это же моя Зинка, я когда читал ее рассказ, интервью брали у нее, вначале литературная газета, потом по телевидению ее показали, по-российскому, вот, вот этот Козовский организовал встречу, значит, Ляцкую и Зинаиду Вырекову. Они говорят, что они невинные, да? Конечно, нет, ну, у меня там написано, вы можете почитать, я вам могу эту запись сделать. Я там почитала, я хочу, чтобы вы это обвалили. у меня, а у меня еще больше записано в первой статье, которую опубликовали в журнале «Молодая гвардия», это когда только я прочитал в «Огоньке» вот это интервью с Вырековой, с Ляцкой, там такая ложь, что они сами себя раскрывают. Так вот, она скрывалась, потому что знала, что ее родители растерзают. Дальше, Ляцкая, Ляцкая предала группу центра города, потому что знала Мащенко, это были подруги, ее арестовали, в полицию привели, она жила в камере, держали ее в камере Захарова, ну, потом она говорила, что якобы Захаров ее изнасиловал, там, и так далее, но есть ее признание, где она четко говорит, как, кого она предала, Кашевого там называла, и так далее, и так далее, и так далее. И еще, значит, четвертое, это Поляцкая, значит, ее брат подпольщик, казнен. Каким образом она выдала, я не знаю, но она признана, она была арестована, она, где-то ее на поселение отправили, то есть неизвестна ее судьба дальнейшая, вот, вот эти четыре главных предателя, четыре главных предателя. Как появился Третьякевич? Третьякевич, как предатель, появился из слов Кулешова. Кулешов был старший следователь полиции, он жил недалеко от нас, это не был антисоветчик, наоборот, в советское время он активно участвовал в раскулачивании казаков еще в те-в те давние времена, вот, за это он был направлен на учебу, закончил юридический институт, стал юристом, был в суде там, кем-то, на шахте он был юристом, ходил, у него, значит, была травмирована рука, ну, да, и его в армию не взяли, когда пришли немцы, он сразу сориентировался, надо приспособиться к этой новой жизни, тем более, видел армию немецкую, которая наступала, и армию красную, которая отступала, потрепанная армия, он понимал, советская власть не вернется, надо приспособиться, он объявил людям в первом майке, тот, кто сдаст керосин, а керосин тогда был, потому что у людей были примусы, каждый заготавливал, в бидонах были керосины, кто сдаст керосин, получит там столько-то там тонн угля за это, ну, носили там соседку у нас, Алимовна Попова, она тоже отнесла, значит, проходит время, никакого угля не дают, значит, вот, вот это Алимовна рассказывала, значит, она пошла к нему и говорит, ну, где же уголь, ты же давай, вот, уголь вам Сталин даст, и так пихнул ее, что она сломала руку, упала и сломала руку, вот, после этого его назначили следователем в полицию, потому что имеет юридическое образование, значит, что-то может быть расследовать, потом некоторые историки говорили, да, Кулешова, мол, только по связям вот этих ребят легко было определить, кто является подпольщиком, глупости, Кулешов не знал, кто с кем, кто были друзья, кто кому ходил, это все выдумки, это все оправдание предателей, и тот же Семистяга, тот же Козовский, очень многие доказывают о том, что их арестовали, и они ничего не сделали, а только были бандитами, ворами, ограбили машину, вот из-за этого, значит, их представляют их всех детьми, что они не способны заниматься, были, но это очень долгий разговор, это много... Это матрики, они сгарятся по прошествии времени, эти версии, вы говорили о Третьякевиче, о Третьякевиче, да, так вот Кулешов на следствии четко заявил, что Третьякевич во время пыток назвал такую фамилию, я не знаю, я документы не читал, такую фамилию, такую, и вот после следствия велось долго, аж до конца августа велось следствие, был арестован Кулешов, была арестована Вырекова, была арестована Ляцкая, Полянская, Громов, значит, это следствие велось, очень много свидетелей вызывали, то есть, это следствие. Приехала комиссия ЦК комсомола из Москвы и украинская, она тоже была в 43-м году Украина еще не освобождена, а все равно существовал и ЦК партии, и ЦК комсомола, вот, и комиссия эта приехала, изучала материалы следствие и дополнительно собирала материалы у родителей, у знакомых, то есть, ЦК комсомола, значит, Московского, ЦК ВЛКСМ поручил этой комиссии собрать подробнейший материал. Почему? Потому что впервые открылась в Советском Союзе крупная подпольная организация, потому что она же фактически первыми освободили, все же остальное еще было, купили на Беларуси еще не знали, ну, знали там о партизанских отрядах, там, руководители, а вот о таком подполье же никто не знал, и, конечно, материал был очень интересен, и было собрано 10 томов вот этой комиссии комсомольской, 10 томов документов. Фадеев сказал, что, значит, даже если у кого-то семь пядей во лбу и очень талантливый, он не может ничего лучше или подобного придумать или домыслить, то есть настолько объемный, он поразил Фадеева. Ну, некоторые говорят, что Сталин поручил Фадееву написать это глупость, это подсказал ЦК комсомола Калинин, они хотели, чтобы об этом было что-то написано. Калинин сказал, ну как, Фадеев может это хорошо написать, они пригласили Фадеева, сказали, значит, что вот, Александр Царь, смотрите, вот какой материал, и так далее. Я подумаю, я изучу эти материалы, и потом дам вам согласие, писать что-то или не писать. И вначале он писал повесть, а не роман, а когда вник во весь этот материал, он отказался от повести и решил писать роман. Ну это мы уже ушли в сторону, значит, мы говорили... Не, в общем-то, не в сторону мы ушли, мы говорили о Третьякевиче, и там прямая связка, в общем, предпочтение, тоже есть. Так вот, понимаете, вот и материалы комиссии взяли у следователей о том, что Третьякевич в числе предателей. Со слов Кулешова. Со слов Кулешова, потому что, ну другие же никто не может сказать, потому что тот, кто работал в полиции, был только Кулешов. В 59-м году поймался, значит, поймали Подтынного, тоже заместителя начальника полиции, сам он в Первомайке вначале был начальником участковой полиции, он офицер Красной Армии, там, младший лейтенант или лейтенант, вот таким вот образом приспособился и занимался этим делом. Ну, в Первомайке он никакого вреда не сделал, а что он там делал полиции, я не знаю. Он на следствии, когда его судили, он сказал, да нет, это Кулешов придумал, значит, и так далее. И вот тогда уже реабилитировали Третьякевича, а до этого его считали предателем. Фадеев, когда его спрашивали, кто же все-таки подстаховичен проходит, а он говорит, в какой-то мере и Виктор Третьякевич. Почему? Потому что оставшиеся молодогвардейцы разделились на две группы. Одни считали Третьякевича предателем, другие нет. И вот этот спор шел. Почему? Потому что эти оставшиеся, они, ну, может быть, далеки были от всех этих дел, а тем более они не знали, что происходило в полиции во время следствия по молодой гвардии.